Друзья, всем привет! Мы находимся в фотостудии Joy и у нас в гостях сегодня известный международный фэшн-фотограф Артур Целище. Нам посчастливилось его словить в Запорожье, так как большую часть он находится в Азии, работает там фотографом и моделью для международных брендов, для их рекламных компаний. Вот и сейчас мы Артура словили у нас в гостях и хотим задать ему несколько вопросов. Артур, скажи, пожалуйста, с чего начался твой путь фэшн-фотографа, самые истоки, самое начало? Во-первых, спасибо огромное за приглашение, очень рад поделиться своим опытом. Насчет своего начала, как бы так сказать, фото карьеры. Первую камеру я купил в штатах, когда там работал спасателем, то есть я не собирался работать фотографом, не планировал никаких снимать снимков. Ну, как-то так, с друзьями познакомился, мне посоветовали, я купил просто попробовать снимать больших коровок, бровки, машины, небоскребы. И потом, естественно, из-за того, что у меня крут друзья в основном состоит из моделей на то время, я использовал эту возможность и снимал всех подряд. Также у меня в Нью-Йорке были, на следующий год когда-то поехал работать в модели, были учителя, которые делились со мной своим опытом. Я пытался помогать, эзитировать, всегда учился работе со светом, даже когда работал моделью, потому что мне всегда было это интересно. Ну и, конечно, также очень важно была коммуникация со всей командой, то есть дизайнеры, стилисты, визажисты, кастинг модели точно так же. Вот по чуть-чуть набирался опыта, а в дальнейшем перебрался опять в Украину, закончил учебу, получил диплом в Запорожье и уже начал тренироваться на моделях из Запорожья, из имидж-центра. Конечно, уже с ними работать одно удовольствие было, потому что они профессионалы, было снимать очень легко, но тем не менее, я снимал так же много, как и раньше, для того, чтобы просто набирать себе портфолио. А потом, после этого, естественно, я решил перебраться уже в Азию, когда работал моделью и уже так же приобрел себе учителей, которые делились со мной там опытом. И в дальнейшем начал снимать журналы, кампейны, коммерческие съемки. Ну и всегда, я до сих пор снимаю всегда портфолио модельное, то есть модельные тесты. Потому что мне всегда очень интересно раскрывать человека, и всегда такой большой азарт присутствует, когда снимаешь человека, который только начинает, и ты понимаешь, что вот с помощью твоих фотографий он может стать звездой. Ну и таких историй очень много, которые проходили после первых-вторых съемок и уже работали потом в Милане, в Нью-Йорке и в Париже. Артур, скажи, пожалуйста, ты снимаешь только фэшн съемки или работаешь еще по каким-то другим направлениям? Интересно узнать. Ну так как моя работа связана все равно с моделингом, поэтому я свою фотокарьеру связываю всегда с фэшн. Но образование у меня дизайнерское, поэтому мне всегда было интересно наблюдать за фотографами, которые снимают архитектуру, а также которые делают портреты. Ну и fine art тоже интересно. Ну хотя, конечно, когда я путешествую, когда я путешествую много, я снимаю всегда какие-то здания красивые, даже ступеньки, какие-то необычные конструкции. Ну и когда, естественно, когда встречаю необычных людей, неважно, они могут быть не моделями, они могут быть обычными людьми, могут быть селебрити, могут быть актерами. Мне всегда интересно снимать портреты, то есть портретная фотография без фэшн, для того чтобы показать вот сущность человека, не только одежду. Я понял. Скажи, были, ну наверняка у тебя их было несколько, может быть даже много каких-то таких крутых съемок, вау, после которых просто горят глаза. Были и поделись, может быть, вот опытом, что это были за съемки, как, где они проходили, потому что, ну для наших фотографов, вот и запорожских, и украинских, такой опыт, который есть у тебя, скажем так, много чему может научить и интересно услышать вот что-то такое крутое-крутое. Одни из самых последних съемок я провел в России, в Украине, когда я вернулся из Азии. Я получил так называемый заказ от журналов, чтобы снять наши просторы по-нашему, чтобы это не было как в Азии, не было как в Америке, хотя журналы находятся и в Штатах, и в Европе. Но они попросили так, показать это глазами туриста, а не моими глазами. И когда я приехал в Россию, я отдыхал там, был в Москве и в Санкт-Петербурге. Я нашел модели, познакомился с агентствами, выбрал модели, нашел стилистов, организовал съемки. И для меня главная задача была показать, ну вот я уже упомянул, просторы наши, но я взялся за архитектуру. Я находил какие-то нереальные, как по мне, конструкции, которые строились 500 лет, 300 лет назад, которых сейчас, конечно, уже никто не строит. Ну и создавал уже такую концепцию, более-менее приближенную к архитектуре. Я снимал в Санкт-Петербурге возле храма у Спаса на Крови, в Казанском соборе, возле Казанского собора, конечно. Также я в Киев съездил, нашел очень классную модель, которая уже работает за границей, она приехала как раз в это время. Мы снимали на Андреевском спуске, то есть я лежал прямо на брусчатке на асфальте, модель мне оставила ноги на колени, когда она стояла, для того чтобы показать правильную одежду и обувь. Ну получилась реально очень крутая съемка, мощная, в плане, потому что архитектура, в первую очередь, сильные модели, ну и, как мне показалось, очень интересные концепты. Ну и в дальнейшем это будет в журналах, то есть это на осенние выпуски планируется. И также была очень такая интересная и масштабная, как по мне, съемка. Проходила она в Маниле, это был кампейн для торгового центра Большого Мола. Сложность заключалась в том, что мне нужно было руководить семью моделями, все разных национальностей, все говорят на разном языке, и мне нужно было сделать такое рождественское настроение. То есть я их просил танцевать, я включил очень классную музыку, мы вместе все пели, танцевали, снимали параллельно видео, ну и результат получился очень такое праздничное, ну праздничного настроения. Поэтому, мне кажется, такие съемки я не привык делать, очень коммерчески. Но мне повезло с моделем, потому что они, наверное, взяли половину успеха за счет своей крутости в плане профессионализма. Класс! Я думаю, о твоих съемках бесконечно можно говорить, скажи, пожалуйста, тоже интересует всех фотографов и фэшн, и начинающих ребят, которые только знакомятся с этим стилем. Вот ты много уже пережил, многое повидал, скажи, вот с твоей стороны, с твоего взгляда, какая главная ошибка начинающего, и может быть не только начинающего, фэшн-фотографа, в чем она заключается? Я думаю, самое главное, это одна из моих любимых фраз, которые давал на интервью когда-то, нужно разрушить свою комфортную зону. То есть нужно брать фотоаппарат и сидеть дома, потому что наедине с фотоаппаратом дома на самом деле много не снимаешь, мне кажется. Поэтому нужно искать какие-то локации классные, загораться, какой-то крутой идеи, находить профессиональных моделей. Можно непрофессионально, можно начинать просто с своих подружек, друзей и идти куда-нибудь и выходить из дома и снимать. Если, например, нравится какая-то локация, покупаешь билет на поезд, на автобус, на самолет, куда угодно, едешь и снимаешь. Идей очень много можно набирать, потому что есть очень много ресурсов сейчас, намного легче стало с интернетом, и нужно не бояться брать идею у кого-то. Это не называется копирование, это называется вдохновением с чего-то. Ну, естественно, коммуникация, да, то есть нужно общаться, нужно дружить с моделями агентствами, нужно знакомиться с моделями, набирать себе команду профессиональную, ну и создавать классный продукт. Понятно. Самое главное, ребята, как все всегда говорят, опытные фотографы, это не сидеть на диване, а идти брать камеру и снимать, потому что теория теории, а без практики фотограф это просто человек, который что-то там выучил. Ребят, всем спасибо за внимание. Артуру спасибо за то, что заглянул к нам в гости. Подписывайтесь на наши страницы в Instagram, Вконтакте, Facebook и обязательно приходите к нам в гости в нашу фотостудию Joy. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok